Выслушав Шила Нарада Муни, а что же стал делать Вьеса Дэва после ухода Нарады? Этот вопрос задали Риши Найми Шаранни во главе Шунака, и им на самом деле не терпелось знать, как именно трансформировались умы и сердца великого мудреца. Шила Сута экстатически продолжил свой рассказ. На западном берегу реки Сарасвати, неразрывно связанной с ведами, вместе с Шамья Праси, в хижине для медитации, Шила Ясадэва принялся медитировать. В чем же особое влияние реки Сарасвати на медитацию мудрецов? Она частичным воплощением божественной Сарасвати, которая является супругой Господа Нарайны на Вайконхе. Таким образом, она с радостью дарует в форме реки духовное знание тем, кто медитирует на ее берегах. Шила Ясадэва лашерами, сидя в тени деревьев, в бадре принялся медитировать на абсолютную истину. Медитация ему далась очень легко. Эта связь с Бхакти-йогой была проявлена для него по милости его великого гуру, гуру Нарадамуни и Шила Ясадэва очень быстро увидел Верховного Господа абсолютную истину, а также его внешнюю энергию, маю, которая полностью находится в его власти. Здесь очень важно посмотреть, что Шила Прабхабада рассказывает нам в комментариях о многих философиях современных и не таких современных, о Господе и его материальной энергии, мае. Есть огромное количество людей, которые считают, что Господь находится на одном уровне живыми существами, поскольку все они манируют из Него. Господь является лучшим из проявлений Майи, самым замечательным, красивым, исполненным самопрекрасных энергий и в то же время полностью находящимся под ее контролем. Таким образом, по их мнению, Майя — это верховная, главенствующая, сила управляющая всеми вселенными и всем миром. Таких философов мы, Ваишнавы, называем за глаза. Майя, Вадя, хотя это неофициальный, достаточно оскорбительный термин. Те, которые поклоняются Майе, Майя считают ее Всевышним источником всего. Впрочем, Шиловьесадева увидел Верховного Господа, Личность Бога в своей медитации, и Майю, ставшего за его спиной, находящегося в полном подчинении Господу. Только преданное служение, он знал совершенно точно, может дать знание о Верховном Господе. Только это знание может устранить страдания живых существ. Да, будучи очень сострадательным, мудрецом, Шиловьесадева пытался удовлетворить всех, составив, прежде того, писания, самые разные, ведические писания в огромном количестве, отредактировав их, представив для брахманов, их веды, ораньяки, упанишады, создав для философов даже веданта сутру удивительный зрелый плод ведического знания, кроме того, из особого сострадания, с потрясающей эмпатией к живым существам на более низком уровне развития из внимательного отношения к женщинам, шудрам и родственникам Двитя Бандху Брахманов. Шиловьесадееву записал огромный труд Махабхарату, однако он старался быть сострадательным, ко всем угодить, всем. И он не испытал никакого удовлетворения от этого, потому что Господа в центре его сознания не было. Сейчас же в своей медитации Шиловьесадеева знал эмпатия, сострадание — это давать Господа, давать связь с Ним всякому, кто приходится с соприкосновением, с ведическими писаниями. Бхакти-йога — это именно то, что может принести благо всем живым существам. Это единственное лекарство, которое может излечить от страданий любые умы и сердца людей, находящихся в темнице материального существования. Ведь Шилнара Дамони посоветовала в Ясадеве погрузиться в медитацию на Личность Бога и Его деяния. Господь — это Личность, и описать Его — это значит дать возможность живым существам по природе своей, трансцендентным к трюмгунам материальной природы, способ вернуться к осознанию своей, изначальной связи к Верховному Господу и таким образом излечиться от зависимости от материальных гун природы. Считая себя порождением материи, живое существо бесконечно страдает в материальном мире из рождения в рождение. Выбраться из оков этого страдания поможет только Бхакти-йога, возможность служить Верховному Господу безо всяких идей получить что-нибудь взамен. Чистое преданное служение, как мы называем это. На самом деле преданное служение, и только оно является проявлением подлинной эмпатии в этом мире. Шилов Ясадева, чтобы на самом деле сейчас с великой любовью спасти все живые существа во Вселенной принёсся составлять в ведическое писание Амала Пурану, светлую, непорочную Пурану, Маха Пурану, которая была полностью сконцентрирована на писании абсолютной истины. Тот, кто читает эту Пурану, сразу же развивает влечение к любовному преданному служению Господу Кришне. И так в человеке угасает в пламе скорби, иллюзий и страха. Шилов Ясадева, составив Шимад-Бхагаватами, отредактировал своё гениальное писание, поведал его своему сыну Шилешука Деви Госвами, который уже шёл по пути самоосознания.